ребята она хочет убежать сейчас буду кормить короче рассказывать у нас наверное дня четыре назад альма неспокойная наш со мной спит а это паса сидит на краю кровати и смотрит между шкафом и стеной раз подбежит что-то ну видно что хвостик так у нее самая посреди ночи тем нож фонариком свечу чем там делать кого-то там высматривать на шо что-то может жучок заполз какой-то еще что-то потом через сутки я услышала там между шкафом и стеной что-то шкребется думаю блин мышь мышь заползла все капец а у меня короче в кровати ну как мне не запасы лежит там некуда складывать две пачки макарон и 3 килограммовая мука думаю блин цыж сожрет мою муку короче думаю может показалось начала я закрывать со вчерашнего дня там лассу думаю наверное с поймала молодец ничего не этот самое но я вчера лежала на этом диване а знаете кто живет частном доме и знает запах мышей ну их фекалии наверное так с папахи вот запах такой я вчера лежала монтировала видела на тебе на телефоне и понимаю что есть запашок блин мыши наверное есть короче сейчас захожу думаешь а что то я хочу то я искала хотела и у меня под кроватью два ящика выдвижных один не выдвигается один выдвигается я выдвигаю она на меня смотрит вот такая и бичу бежал я как запищала масса масса быстро за ней на улицу иди сюда приоткрывай ящик а стол мешает не открывается она тут же кошка чувствует запах она тут же поняла такая хоп 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 туда не поймала не может пролезть короче я отодвигаю стол отодвигаю убираю этот ящик вот и она получается они разминулись она сюда ко мне мышь бежит такая здоровая прям серая вот аласа туда пошла я и короче мышка там пакеты у меня лежат и мышка под пакетик желтенький такой я выманила ласу ласа сюда я направляю по шубу шила и мышь такая а они опять разминулись она тык тык в угол короче я то не могу если она ко мне побежит я же не буду и ловить ловить я даже ногой и не притопну я просто запрыгну на печку хренивается так вот слета я боюсь вот короче и как раз они встречаются и она только так о под ним прыжком тут же в зубы я грина улица на улицу двери открываю на тут и побежала молодец она хорошая кошка ребят она очень умная и я говорю вот удивительно квартирная кошка да а знаешь надо ловить мышей вот откуда ты молодец ты вся в маму тебя мама была ловила мышек птичек змей ловила и нам приносила ты правда не приносишь но короче так что она молодец с буду ее кормить все нет мышки но я короче залезла в диванчик где у меня вот это вот мука небольшой пакетик над кушина пакетик над кул над куша но там ну нет ни фекалий не не какашуль ничего и она туда не пролезла ну вот такая вот эта дырочка прогрызанная и что мне теперь делать с этой мукой можно ее употреблять или или нет я короче в шоке в шоке просто ну так и так главное что споймали но вообще на самом деле как только нас сейчас рано это случайность видно двери бы жук вечно открывает двери как проходной двор вот она заползла наверно в прихожую там потусовалась потом туда заползла и пришла там же едой все равно пахнет он у меня там сейчас кастрюля супа стоит пахнет чем мышки не залезть это и случайность потому что еще рановато а вот осенью ребята осень наступает особенно когда холодать начинать где-то месяц октябрь наверное а то и ноябрь до начала ноября они масса начинают лезть в дома где живут люди потому что ну как бы его холодно и питаться уже нечего мышь с огородов урожай то убираем кукурузки и все дела не хотят кушать или дома вот тогда нашествие но в прошлом году опять нам ласа помогла чувствуем пахнет мышами мы когда уже тут не жили мы ее на ночь закрывали ставили ей ну еду не рекомендую оставлять то есть вы заранее можете покормить да но на ночь чтоб не было избытка у кота или кошки еды иначе он не будет ловить мышей хотя ласа такая у нее инстинкт срабатывает насколько она сыта бы не была она споймает эту мышь ну задушит ее ну причвякнет есть не станет уйдет но она ее споймает но этот еще от котов я знаю что есть когда кот сыт и он не хочет этот самый мышей ловить вот и мы закрывали оставляли лоток с песком с песком просто земли я набирала ей ставила водичку и все и таким образом буквально там двое трое суток она нам выловила мышей вот этих осенних которые залезли вот поэтому в частном доме без кошек никак это ну я риот альма бестолковка живет просто так по сути своей она не делает ничего она просто для любви для красоты для ласки до типа того жук он конкретно выполняет свою функцию он не пускает до чужих как бы да если кто-то зайдет он разорвет просто он вроде как добрый до такой улыбающийся пес но если кто-то будет заходить он ну он просто разорвет вот коты понятно да жалко костика нет но вот ласа слава богу у нас есть поэтому надо будет я уже думала весной бы завести еще взять бы какого-то сейчас уже поздно надо шопа нож подростом акклиматизировался здесь чтоб не убегал привыкшую здесь дом может быть по весне какого-то котеночка возьму потому что я рассказывала что здесь очень часто они гибнут ну драки с котами у них свои эти до свадьбы кошачьи это одно вот дорога машины это другое здесь держат люди хозяйства и очень часто травят от этих мышей и крыс до если особенно кто держит свиней там или коров там всегда есть крысы и раскидывает яды и это крыска она съела допустим яд и вот она такая полу дохлая медленно движущаяся при позвала например к нам ее съедает но вот костик например как ну то что я думаю как оно получилось да потому что у него признаки все были отравления у него были признаки не конвульсия мышечных спазмов он похожи на потому что мышка да и крыса съедает у нее получается как парализует медленный кого-то по параличным происходит вот и кошка съедает такую мышку естественно тоже получает дозу яда и так далее вот поэтому надо еще на кошку но я к тому что жук функцию выполняет класс выполнять альма что тут она вообще делает короче диванная собачка шоне но вообще джек раз интерьер кем является наша альма это вообще порода охотничьи охотничьи так я скажу хоть бы фазанов ловила ребята я их буду это в кипяточком ошпаривать перья этот самый жаль на костре так не делает нифига вот пару раз было что она увидела умелась бегом бегом не скорость какая-то 5 включается но возвращается без ничего но их тоже охотничьи не охотничьи а их надо учить специально но натаскивать чтоб они ловили короче такое вот так что все минус 1 мышь но надо делать выводы и где есть одна мышь значит придут еще мышки и надо убирать пересмотреть какие продукты ну где чтоб в шкафчик что-то лишнее положить чтоб нигде ничего не стоял потому что на самом деле они же переносчики всяких там болезней заболеваний и так далее вот а на самом деле ласса за это лето у нас поймала не помню две или три крысы и причем не каждая кошка будет вообще вступать в драку с крысой потому что вот ту которая я зашла в гараже лежит вот такая вот фигня это без хвоста ребята там еще хвост такая дура крыса огромная вот потому что это сильное животное крыса и не каждый кот вступит а ласка такая миниатюрная до девочка такая худенькая миленькая и борется с этой крысы так я ту крысу выносила туда в конец огорода короче закопала чтоб не воняло наш разложение все дела и у зубах и внешнодара смысл как юля знаете не просто в пакета нужно рассмотреть посмотреть этот самый у нее в зубах у этой крысы клок ласкиной шерсти представьте то есть борьба происходило что она видно схватила но я ласу проверяла у нее ран не было слава богу вот потом еще одну по моему три крысы мы молодец молодец а мышей то вообще не счесть а птицы то я вообще молчу она постоянно мыши вернее птиц ловит там у нас убежище где-то вот хворост лежит куча этих дровишка на там просто там кушать хочет сидит там что выпасает выпасает прыг сколько раз уже все перья полетели птицы ныма и голубей мой темно знаете не голуби а вот это вот что я путала с кукушкой горлиц и горлиц это вообще размера голубя она ловится и съедает и нормально короче вот так вот избавились от мышки слава богу ура потому что перегрызет все а причем у меня в этого движном ящике лежат ребята тряпочки новые для посуды посуды мои тряпочки такие вот тканевые микрофибра вот и смотрю пух с них она грызла тряпочки ну зараза чем тряпки грызешь короче то мышка ребят ребятки всем привет у меня утро походу ночью был дождь все мокрая бурьянчик еще увеличил но красиво да когда ковром вот бурьян такой идет как где-то необитаемый остров розы цветут у меня снова если пьюли их вовремя обрезала вот эти вот ой боже ковром ковром усыпала груши опять нападали потом их наверху их столько ребята посмотрите сколько груш посмотрите вот они все капец а мне сейчас соседка дала ведро груш не сегодня резать надо меня сушилки кстати партия засушилась буду сейчас перекладывать ему надо банку подготовить сухую трехлитровую я рассказывала у меня есть банки которые начернуты горловина я туда складываю эту сушку свою так он тут не сильно так я не сказала ой паутина вам не видно вот видите вот она вот она паутина смотрите так каждое утро поэтому берем грабли и эту паутину мы я вчера в нее впаялась блин все лицо в паутине застряла я зайти чё иду я сварила леночки про плохо я прополола все равно мелкая трава есть она приросшая а нет она валяется это просто она лежит у цена аж прорастет дождем прибила так меньше соседки надо ведро помидор собрать я пообещала все колоски эти растут заразы что такая зараза ребята колоски их ладно я иду за дыней я леночки сварила овсянки с утреца и этот надо с чем-нибудь в прикуску овсянку куш боже ковром бурьян просто посмотрите это ужас кабачки уже отходят там он еще большие лежат это я соседу отдам на кормление животных вот и короче надо и к овсянке что-нибудь она сказала дыню попросила дыню скоро эту картошку выкапывать когда она совсем засохнет буду выкапывать картофан так то тут дыня уже все надо их собираю то плохая лежит это я точно знаю он видишь раскрылась вот вот эти вкусные вот эти вот это красивая желтенькая такая наверное ее и сорву до хвостик вот он отсох хвостик дыньку срываю оба наверно она еще не постоянно что так тяжело срывается а ну-ка вот это это пропало она маленькая ну это он даже когда она спела она легко это раз и видите оторвалась и все так меньше пол арбуза лежит блин в холодильнике пол арбуза ребята надо едать а мы такие едокие арбуза половинку съели и все мы больше не хотим мы не очень арбузы кушаем подрастут то по угощаем всех арбузиками какие помидорки красненькие уже можно собирать ребята сегодня надо мыть башку сейчас буду мыть голову уже не первой свежести пасмурный день как-то в душ не охота я сейчас нагрею ведро воды и помою голову дынька ой как она пахнет вообще капец пахнет пахнет сегодня на повестке дня у меня сейчас мытье головы раз так лену n покормлю это уже понятно каша уже готова сейчас дыню почищу занимаюсь не аджикой на зиму один рецепт мне есть на канале да но это же не все это мне мало аджики вот и еще одна моя любимая аджика это аджика с яблоками с морковью будет на канале рецепт я сейчас занимаюсь подготовкой уже овощей начистила лук начистила морковь вот когда я приготовлю аджику дальше у меня два ведра груш нет одно ведро надо сегодня перерезать и загрузить полностью сушилку а тут кстати надо сейчас я пойду ее выключу такая горяченькая ягода ну груша смысле сушка горяченькая они остынут и подготовлю банку сложу и новую партию потом к вечеру на ночь я я на ночь ставлю поставила включила спать легла утром просыпаясь она сухое сколько чего света мотает ребята я не знаю блин не знаю много ли мало ли но сушить вот так вот на солнышке мне не нравится потому что потому что мухи садятся и всякое такое мухи нам не надо секунд мне еще осталось чеснок я достала я щас буду его чистить ребята крупный такой чеснок но он долго не хранится вам надо съедать ой стоять стой куда ж ты куда ж ты падаешь вот надо раковину помыть блин мне еще стоит два ведра помидор как красиво вода до дождиком падает я очень люблю здесь мыть посуду потому что это очень удобно когда вы такой это обычная душа ребята распилитель сайте как классно он мне нравится сейчас помою буду резать дынечку и будет овсянка с дыней вполне себе нормально вкусно яблочко на блюдечке сейчас и камеру поставлю будем резать вон видите подготовила я лук морковку все свое все домашние есть ой пахнет ребята собрать еще семена может потом с кем поделиться надо будет год такой ребята что надо собирать все потом не пригодится ничего они смогут но и несколько лет наверное лежать семена потому что это дыни вкусная чтобы я другой сорт уже не сажала и чисто эти все пахнет вкусно хочет у меня в ушах звенит класс прикольно так надо ли не на кашу сделать вот так вот ой а чуть так в ушах меня зазвенила прям писк писк такой 1 с кашкой очень-очень вкусно так тарелочку сейчас взять хватит сейчас порежу в тарелочку и все она в кашу сей бы добавлять сколько надо тебе вкусно лас да мама собак учит на столе кушать да а потом ругает все такое там у вас на то нельзя это дыню кушает ребята и очень нравится дыня вкусная дыня у меня мушка что ты там плюешь уже так аккуратно кушает так все не доела не хочет ребятки собрала перец болгарский в общем это уже наверное четвертое ведро собираю ну маленькая ведерко такой вот у меня там стоит вот ну в общем перец меня радует да конечно сорта такие вот видите ну вот этот по ходу должен дальше покраснеть мне кажется вот на разные сорта он конечно вот есть крученный какой-то он есть порченый но ничего на закатки годится зато я не покупаю у нас сейчас перец стоит 35 вот такой вот мелкий вот такой стоит 35 гривен килограмм представьте деньги не трачу и закатки делаю со своего перца надо было больше садить сажать я же посадила всего лишь два рядочка и вот уже четвертая маленькая ведерочка собираю надо было больше сажать и больше было бы как раз можно было бы лечь и закрыть на так наличие мне не хватит не знаю может быть в этом году у меня лечу вообще под угрозой я может быть не буду его закатывать лечу посмотрим если на рынке в концу августа подешевеет то может быть буду не знаю то это я на она начищаю он уже наготовила смотрите и пивой мухи и перец острый и морковка помидоры лучок тоже надо съедать лук где-то что-то обрежется эти такой вот яблоки я не нашла таких зеленых кислых яблок поэтому на джеку ну вроде такие тверденькие вроде нормальные такие буду использовать вот чеснока начистина короче долго процесс в подготовке длится а у меня по ходу идет туча там как бы меня дождь и спарит солнце вышло и паре по вот там туча не завидно или не видно темно вот тут светленько видеть а там такое что-то темное наверное будет дождец блин мне он не нужен ребята соседка угостила сливами уже не первый раз угощает посмотрите какой сорт смотрите внутри каким она цветом я в шоке просто и она мягкая сочная вообще как мед просто она кстати именно эти сливы консервирует вместе с помидорами ребята говоришь очень вкусно как делают помидоры салучу офигеть как свекла внутри сладкая как делают помидоры маринуются с аллычой на зима это сливы прикольно ребята аджика у меня варится будет рецепт на канале с яблоками видите такая мама звонила поболтали блин вкуснятина на три штуки уже съела пока с мамой лякала так аджика будет на канале рецепт ребята все доварится еще полчасика не варится добавить соль сахар уксус все дела короче с банками просто полный я не знаю чего ребята все чтоб она ходила вот то что есть поотмывала даже поснимала щеткой это старые банки а щетка их железной драйла даже этикетки все поснимала вот у меня аджики 8 литров я надеюсь что здесь у меня в эти поместится больше нет все осталось пол-литровых там штук шесть я еще помидоры маринованные толком большим количеством не закрывала нифига офигеть конечно в погребе так нормально но объема в этот раз не всегда банок хватало в этот раз объемы другие больше закрываю с банками капец так что надо будет или объявление смотреть или посмотреть почем вообще в городе почем банки в разных городах разные цены ну хоть глянуть ну а сколько я куплю 10-20 хоть по чуть-чуть покупать или что я не знаю короче у кого есть банки продайте недорого она бывает объявление есть моих тут же разбирают тут же разбирают а юля пока до города добежит на своих двух с этими банками их уже там иным а по этим объявлением так что такое у я еще одну съем какую-то мягенькую мне очень понравилось вкусно вкусно классно когда деревья на какие-то сортовые вот у соседки ували и груши классные и клубника у нее классно и сливы классно она еще давала попробовать другой сорт ну внутри она такая желтенькая это вообще ароматная офигеть просмотрите свекла просто но она такой аромата сливы как бы в ней по сути нет она просто сладкая и сочная сладкий сочный фрукт ребята и груши валя вот такие да целое ведро ведро я не знаю буду или сегодня или завтра их перерезать буду сушить вот но сорт при прикольно они такие но мягкие и сочные у меня груши другие у меня такие тепкие как кайва никакие а это вкуснячие я еще не знаю думала может варенье сделать я подумаю не знаю или в сушку просто засуну и буду это сушить классные груши спасибо валентина она вряд ли смотрит и вообще знает что мы блогера фух ребят ну наконец-то день окончен я закрыла аджику закончила замахалась чё-то чё-то это тоже еще бегала кабачков собрала полную тележку раздала одним соседям вторым соседям себе оставила буквально штук пять там кабачков вот по ходу кабачков больше не будет уже кусты то совсем пожухлые пожелтевшие уже все они вырастают маленькие чахнут на кустики животные собрались кушать хотят аджика у меня получилось ребята густая густая вот такая вот аджика смотрите вкусно это в баночку не влезла баночки все сложила там на диванчике накрыла тепленьким потом соседки еще собрала ведро этих скажите помидор ну такие ровненькие маленькие на закатку короче целая ведерко я и обещала потом по дороге сорвала кукурузку сварила на горячая кукурузка уже переспевает завтра буду раздавать кукурузу так и у меня высушилась это мое ведро груш которые я вчера на ночь ставила все время не было его пересыпать я помыла высушила хорошо просушила банку это банками не нужно она начеркнутая у нее здесь где-то вон горлышко под капроновую крышку пойдет я эти все груши сюда в баночку опускаю за время начала 9 у меня еще ведро груш который соседка дала я не знаю я судя наверно не успею перри перри перерезать я так так устала блин хотя можно сесть не включать лентяйку а перерезать и зато утром проснулись они уже будут сухие но те наверно буду дольше соком потому что они очень сочные короче сушку я храню в трехлитровых банках хотя мне соседка дала вот такие вот штуки она хранит сушку в таких вот этих баклажках у меня банки просто они стоят без дела в баклажке я как раз я буду буду отстаивать наливать они не пригодятся вот а банки что они будут без дела лежать как бы поэтому опа я в них буду складывать учитывая запыхалась за забегалась планировалось все и на огород были на огород не не остается времени совершенно ребята на огород тут время только осталось собак покормить да в душ сходить все на ужин ничего не готовил эту суп вчера который сварила куриный с лапшой по его и его и будем кушать ничего не готовила ребят на готовку нет времени хотя уже кушать хочется я бы что-нибудь уже съела сейчас кукурузку поем альма то ты там по ходу блохи целое лето не было блок ни у кого сейчас у ласки появились и альма смотрю вся чухмарится надо пшикать у меня пшикалка есть на холку им пшикать вот его блошина так классно прошлом году и делали ребята этот укол блин как он называется который колешь и сколько за там месяц-два я уже не помню какой срок короче и нет ни блок ни клещей в этом году я не делала чтобы сводить ее в город к ветеринару короче надо пшикалками как-то справиться но не скажу что у них много но пару штук я видела я их сняла с нее но все равно смотрю чухмарится уже если у ласа есть блоки то ну по любому и у жука есть блоки ну короче лохатый но блок гораздо меньше чем прошлом году в прошлом году было нашествие какое-то мы не могли справиться поэтому пшикали и капали короче и поэтому сделали не укол в этом году только-только считайте август месяц да и только появились бложки не получится полная баночка хорошая штука это сушилка 1 раз и готова не ждешь неделю вот пока он высохнет на солнце а еще не дай бог дождь пошел ты забыл убрать дождя надо с ним таскаться плюс мухи это все надо марлечка как-то прикольно и короче удобно с сушилками такие что я все ли не обещаю ребята не хватает времени заняться сделать ей ей нравится вкусное вяленое куриное филе здесь сушилки его замаринуешь специи а потом сушишь часа три-четыре там сушишь такой сушилки и прикольные такие как вяленое сухое сухое мясо куриное филе специи с перцем делать красной паприкой она просит просит я все никак короче никак не так все я справилась мусор уже не полная баночка получается поставлю с утра подустала башка сесть и съесть кукурузку блин она уже тверда она уже не такая молодая ну вот это ничего так сейчас найду крышку закрываю и все и хранить ну желательно в темном месте ребята сушка такая в стекле хорошо хранится а и а